Прошли первые 12 дней нового 2015 года. По сообщению сотрудников пожарной части, они неоднократно выезжали на крупные пожары, первый из которых произошел 31 декабря. В ночь с 31 декабря на 1 января в 2.38 поступило сообщение на пульт пожарной охраны о загорании расселенного дома в поселке Тихменево по улице Ломоносова, значит, по прибытию к месту вызова. Имелось сильное задумление в доме. В результате разведки было найдено тело мужчины, личность которого в дальнейшем устанавливается. В результате пожара уничтожено имущество на площади 5 квадратных метров. Повреждены стены и потолок дома. Следующее возгорание произошло 5 января в разгар празднования Нового года. 5 января в 8.45 утра поступило сообщение о загорании барака в поселке Искра Октября, Бокровского сельского поселения. По прибытию к месту вызова барак горел открытым огнем. На момент прибытия люди из дома эвакуировались и, по информации жильцов, в доме могла находиться девочка 5 лет. К месту вызова были привлечены все службы города, в том числе служба ДПС для перекрытия движения по автодороге. В результате пожара 4 квартиры уничтожены полностью, 2 повреждены, погибла девочка 5 лет. Еще один пожар возник 8 января. В 13.57 поступило сообщение о загорании частного дома в деревне Сологаева Михайловского сельского поселения. На момент прибытия строение дома было охвачено огнем полностью, а жильцы из дома эвакуировались сами. По информации жильцов, в доме могло находиться три газовых баллона. В ходе тушения пожара один из баллонов взорвался, два баллона были эвакуированы. Также имелась угроза возгорания в бане, гаражу и рядом стоящему автомобилю. Но, к счастью, распространение пожара удалось избежать. Также в ходе тушения пожара возникли сложности с водоснабжением. Не имелось подъезда к ближайшему пирсу на ручей и забор воды производился с реки Йода. В результате пожара строение дома уничтожено полностью. Пострадала женщина и с многочисленными ожогами была доставлена в горбольницу номер 2.